Дримхак Ну да, сложности там начались еще с самого начала, связанные там с участниками, с определенными проблемами, ну, назовем объективной вещью, что все-таки такого уровня призовой для организаторов из СНГ, он действительно крупный, в доте он рекордный, определенный скепсис был, и как бы наша задача, конечно, была попытаться выжать максимум из международных участников, и безумно хотелось китайцев, то есть очень сильно, я там вначале, вот, действительно прикладывал тоже свои усилия, чтобы у нас были китайские команды, к сожалению, в последний момент все, что могли, мы там сделали по визам, но не срослось, были бы китайцы, вот тогда бы, наверное, все бы были довольны, без них чуть-чуть, в определенном смысле, получается, не то, что планировалось, а в плане проведения, в плане технической части, там были какие-то мини-накладки вчерашний день, в самом раннем утром, все решили, потом догнали, перегнали график, то есть, мне кажется, все прикольно, народу, конечно, хочется больше всегда, хочется там по 20 тысяч и так далее, но, во-первых, здесь в этом помещении это невозможно, здесь нагрузка там порядка 3,5 тысяч, но вчера в пике мне очень понравилось, да, действительно, народу было куча, мне кажется, что все в рамках, в рамках хорошего уровня. Кстати, насчет площадки, по какому принципу она вообще выбиралась, почему остановились именно вот на ВДНХ? Ну, ВДНХ это больше статусовая, имиджевая история, это, скажем так, это интересно, это хорошо звучит, это действительно там на входе, мне очень понравилось перед входом вот эта наша реклама, да, что там ВДНХ, 69-й павильон, это круто, то есть, по ряду причин, скажем так, те, кто понимают, те поймут, да, это действительно интересно. В самом помещении у нас есть директор оффлайн мероприятий, можно у него тоже взять интервью, пусть расскажет, как он его выбирал, то есть, с моей точки зрения, в определенных аспектах можно было немножко другую площадку, с точки зрения как бы расположения, да, там, сцены, зрительские места и так далее, но картинка хорошая, народ, который именно внутри зала, им все нравится, поэтому я думаю, что все в порядке. У вас получается, что одна часть турнира, именно лан, часть плей-офф прошла в Вильнюсе и получается уже финал в Москве, можешь рассказать о том, как осуществлялся трансфер игроков, насколько я понимаю, там, одним дружным самолетом все летели или что-то такое было? Ну, из Вильнюса, именно в Москву, да, был один самолет, практически все на нем летели, ну, понятно, что все весело. Вильнюс по всему фидбэку командам действительно понравился, ну, там все было очень хорошо, классная гостиница, постоянно с ними все рядом, трансферы, там, еда, все, что хочешь. Ну, а как сейчас? Сейчас такая, в наше время уже, в этом году и в следующем максимальные условия комфортные должны быть для игроков и для кастеров. Это звезды, это те люди, которые дают аудиторию, понятное дело, что мы прикладываем все усилия, чтобы ребята вообще ни о чем не задумывались. Так как у нас эта студия была построена буквально там недавно, мягко скажем, и да, это все было в очень таком экстренном режиме, были всякие вот эти позитивы и не только связанные с нервами, с переживаниями, вовлеченных в процесс людей, но в итоге картинка шла, все было классно, команды, у них была тренировочная зона, там, где идут игры и, соответственно, идут дополнительные съемки, у них была тренировочная зона в гостинице. Команды сказали, что все здорово, для нас это самое главное. Вот смотри, как ты думаешь, все вот эти требования, особенно, думаю, все уже знают про вот эту ассоциацию команд, которая там составила список требований для турниров, все ли из них, в принципе, ну не то, что адекватные, все ли из них действительно являются необходимостью? Или некоторые, это уже не вопрос комфорта, а, знаешь, вопрос какого-то статуса или чего-то такого? Немножко уточни, то есть ты, что именно, что ты вкладываешь вот в этот вопрос? Ну, смотри, есть некий список требований насчет там, отель должен быть столько-то звезд, там должна быть отдельная уборная, некоторые из них, понятно, делала, это, ну, естественно, необходимость, то есть должен быть минимальный комфорт хотя бы, не должно быть тараканов там, как и на безызвестных турнирах и так далее. Но мне кажется, что часть из этих требований, она больше, знаешь, из мира шоу-бизнеса какого-то, то есть людям нужен не просто комфорт, им нужны атрибуты роскоши, насколько это адекватно в условиях киберспорта. Такая немножко развернутая тема, скажу покороче. Суть в том, что, да, у лучших команд уже есть конкретные райдеры, которые они выставляют организаторам, они достигают каких-то своих конкретных целей, есть определенные коалиции в мире, которые вместе, скажем так, работают с организаторами и, назовем вещи, своими именами, в определенном смысле ставят конкретные условия, без которых они не будут участвовать. Все-таки, если мы говорим про Доту и, например, там League of Legends или, может быть, еще несколько игр, ну, для меня эти игры показательные, да, лучшие игроки и команды, они очень сильно привыкли, ну, к максимально высокому уровню обеспечения. Пятизвездочные гостиницы, чуть ли не у каждого игрока там свой, я не знаю, там, волонтер, переводчик и так далее, супер-еда, разные рестораны, мега-трансфер, чуть ли не бизнес-класс самолеты. Это, к сожалению, из их глаз, конечно же, не к сожалению, а к радости, но из наших глаз, те, кто уже, как бы, с других уже сторон работают с коллективами и с игроками, это небольшая проблема, потому что издатели уровня Valve и Riot, они до такой степени подняли планку в плане затрат, это же все огромные бюджеты. Они, как бы, они ни в чем себе не отказывают, они конкретно свои цели преследуют. И действительно, игроки и аудитория все счастливы. Уровень, ну, вообще высочайший, как бы, очень все круто, пафосно, как ты говоришь, почти как в шоу-бизнесе. Но, одно дело, несколько игроков на рынке, которые являются еще и издателями, то есть они и регулятор рынка, и разработчик игры, и все остальное, да, они замыкают на себе, как бы, вот этих вот селебрити. А другое дело, куча организаторов и куча организаций по миру, которые, мягко скажем, такой уровень бюджета, если и могут себе позволить, то только с очень крупными инвестициями. И они тоже должны понимать, для чего они это делают. Поэтому игроки и команды, твой намек и твой посыл предельно правильный, немножко охреневают, да, в последнее время они немножко охреневают в прямом смысле. И приходится, особенно с некоторыми из них, очень серьезную работу проводить. Отчасти, кстати, это одна из причин, почему у нас несколько классных команд, например, из Европы тупо не было. Сейчас они увидят, услышат фидбэк, я уверен, на следующий сезон все будет в порядке. Но в данный момент, типа, а зачем? Есть там, есть там, есть там. Тут вот пусть пока проведут, мы потом посмотрим, потому что мы хотим вот экстра-класса призовые, экстра-класса условия, и пока мы не видели, что там происходит, мы не прилетим. Сложно, работать с этим сложно в нескольких дисциплинах, но, видишь, такие реалии. Нам это навязали издатели, значит, нужно держать планку и бороться за эти суперкоманды. Традиционно DreamHack подразумевает турниры по нескольким дисциплинам из раза в раз, но тут так вышло, что одна дота у нас в Москве. С чем это вызвано? Я знаю, что все-таки планировались какие-то другие дисциплины, что не срослось? Не, они не планировались, это все согласовывалось еще давно. В итоге, действительно, давным-давно было уже решено с организаторами главными, что на DreamHack в Москве будет только дота. То есть в том году было несколько игр, назовем это так. Ну, DreamHack франшиза, у них тоже есть свои условия и своя стратегия. По Counter-Strike и по ряду других игр они преследуют какие-то свои цели. Все-таки кооперация геймшоу DreamHack это конкретно партнерские отношения. Там win-to-win, да, там одни одно получают, другие другое. Мы обсуждали, мы чуть-чуть спорили, договаривались. В итоге сошлись на том, что да, все-таки в конце года именно в Москве будет только дота. Причин много и коммерческие, и вот связанные с DreamHack шведами. Поэтому на это повлиять уже потом было невозможно. Как-то так. Планируется ли какое-то расширение DreamHack именно в СНГ регионе? То есть может быть у нас будет не один московский DreamHack, может быть будет несколько там DreamHack у нас в перспективе. Или пока вот не за количеством погони, а за качеством идет? Планы в целом позитивные. То есть я могу так намекнуть, до анонсов как бы не буду, наверное, там делиться каким-то важным инсайдом. Суть в том, что DreamHack будет больше. И охват с точки зрения стран тоже будет шире. DreamHack хочет развиваться, как бы их партнеры тоже хотят развиваться. Поэтому в принципе движение в СНГ сейчас будет семимильное. Скажем так, последние события в других проектах СНГ тоже подтверждают тот факт, что наконец-то и в наши страны пришло понимание очень серьезных людей в разных сегментах, ключевых для нас, что это здорово, это действительно десятки миллионов и пора. Вот за счет этого, конечно же, у нас будет очень серьезный буст. Вот мы уже упоминали дисциплины. Вот ты упомянул, что для тебя являются знаковыми показателями ДОТа, там, ЛОЛ. И в принципе, это, наверное, те киты, на которых долгое время строился киберспорт как таковой. Но сейчас появляется очень много молодых киберспортных дисциплин. От тех же Blizzard, они активно там входят в киберспорт, вернее, возвращаются после того, как StarCraft под угас. Это и Hearthstone, и Heroes of the Storm. Как ты думаешь, какое будущее у этих дисциплин? И что, в частности, вот гейм-шоу думают о них? Может быть, планируются какие-то турниры, лиги? Все, что связано с ключевыми издателями, самыми крупными, у игр, которые они выпускают как мейнстрим, всегда будущее будет. Потому что те компании, которые знают, как работать на рынке, и которые уже шаг за шагом, как минимум, обкатали разные всякие стратегии, формы кооперации с аудиторией через eSport, как такую имиджевую составляющую продвижения игры и ее монетизации. Они знают, для чего они запускают свои тайтлы. Hearthstone, все будет круто. HOTS пробуксовывает в определенных географических зонах, но в следующем году будет гораздо больше турниров. Я думаю, что мы увидим серьезный буст eSport составляющих HOTS. Ну, Heroes of the Storm. Соответственно, Overwatch я сам, субъективно, лично, считаю, что это будет классная игра. Она займет определенную нишу, такая, между Team Fortress, Counter-Strike и что-то, может быть, чуть-чуть даже от мобы. Судя по тому, что я видел, плюс, там, фидбэк от игроков, которые уже полезли в игру, игра может быть очень классная, она уже сейчас интересная. То есть, Blizzard, я в них никогда не сомневался, уверен, что эти игры будут в топе. Я же говорю, просто в разных зонах будут определенные разные позиции с точки зрения распределения дисциплин по аудитории. Low все понятно, Dota все круто, Counter-Strike, comeback два года назад сделала эта игра. Я, как старый кейсер в прошлом, доволен, но, честно, никогда в этом не сомневался. Просто знал, что немножко устали от кейса, увлеклись мобы. Сейчас немножко устали от мобы, там, пару лет назад вернулся кейс. И вот сейчас уже пошли дополнительные жанры, типа Hearthstone и всего остального. Мне очень нравится. Кайф. Я надеюсь, что, наконец-таки, скоро вернутся такие жанры, как гонки какие-то классные. Возможно, какой-то классный симулятор спортивный. Ну, или Electronic Arts, или, там, не знаю, кто там создатель Pro Evolution Soccer, они там что-нибудь придумают, и футбол тоже будет. Хочется все-таки, чтобы был такой широкий пул дисциплин и была вариативность. Так что все будет круто. Вот ты очень здорово про Overwatch сказал. Не боишься то, что он, в принципе, не может быть популярен, например, в нашем регионе, потому что он платный. И для киберспортивной дисциплины это большой удар, когда игра платная. Возможно, но в World of Warcraft тоже платная игра была первая в мире, ну, именно в таком широком формате. Игра показала, вон, полмира с ума сошли, и после этого придумали всякие эти новые концепции хитрой монетизации, да, когда вроде фри-то-плей, а ты платишь за что-то, или когда у тебя подписки, как вови. Я нет, я не переживаю. Близзарды всегда умели для определенных, еще раз, географических зон выстроить правильную экономическую модель. Как с точки зрения подписки, так и с точки зрения внутриигрового контента. Если они поймут, что игра буксует здесь, они это изменят, и они сделают так, чтобы аудитория выдохнула, либо за гораздо меньше деньги, либо в другом формате, все равно втягиваясь в игру. Я уверен, что они молодцы. Вообще, это те ребята, которых я уважаю. Ну, в принципе, на планете у меня топ-2 компании, да, Valve и Blizzard, а Blizzard всегда были на первом месте. Я никогда не видел провала в стратегии у этой компании, поэтому все будет здорово. Так мы просто самое главное упустили. У геймшоу есть планы на эти дисциплины, молодые? Да, есть. Это будет связано и с любителями, и казуалами, и это очень важное направление развития, скажем так, формат геймшоу Open, который вообще, скажем так, именно сама эта концепция, это полностью вот моя такая, как говорят, знаешь, иностранцы там, Soul Project, да, за многие годы игры, это что-то, что я вынашивал в ЭЦГ, Asus и так далее. Мне просто давали понять, чего не хватает, а как это можно сделать лучше именно не для узкой группы геймеров, селебрити и суперзвезды. К сожалению, в ряде игр слишком долго находящиеся на одних и тех же позициях в топе, просто потому что нету правильного притока новой крови. Вот это одно из ключевых направлений развития, потому что у нас огромные страны, Россия вообще удивительно большая страна, талантов немерено, им просто нужно правильно давать шанс. Это важный фронт, и там, конечно же, будут эти игры новые от различных издателей, включая Бризарды. В остальном в про-части будут определенные пролиги, будут определенные совместные лиги, там, с DreamHack'ом еще, может быть, с кем-то. Следите, будут анонсы, все будет здорово. Вот ты сам долгое время был геймером и выступал на профессиональном уровне. А сейчас ты можешь сказать, что ты геймер? Или организаторская работа, она тебя поглотила, и ты сам уже не очень много играешь в игры? Мягко скажем, я вообще не играю. Ну, то есть, были периоды за последние 4 года, когда... Ну, да, 3,5 на 4, когда я вообще год ни во что не заходил. Я свое отыграл. Я играл много, долго, достаточно ярко, вроде бы. Нет, вот именно в игрушки сами меня не тянет, потому что, ну, объем работы и интенсивность развития такая высокая, особенно, по моему субъективному мнению, последние полтора года в СНГ. И, наконец, это происходит у нас. Потому что вечно мы вот были там где-то в последнем вагоне, там, достаточно уже такого длинного паровоза. Наконец-таки сейчас начались вот очень активные движения. Мне это безумно все нравится. И не хочу, честно, даже отвлекаться. То есть, не надо распыляться. Да, может быть, там, раз в год какую-то суперигру установлю, побарахтаюсь. Если не пройду, значит, уже сдулся, значит, уже даже старые дрожжи не помогают. Но если что-то пройду, просто я доволен, там, закончил какую-то соло-дисциплину. Только в таком формате. 5 на 5 в интернете, честно, вообще не тянет. Я вышел на немножко другой состязательный уровень. И, наконец, я это сам себе сформулировал, что я хочу, классно, круто, неважно как, с кем, но вот в конкретном смысле круто делать другого уровня вещи. И это заводит, и это приносит драйв. И вот, слава богу, это пришло именно в этом году. И вот, все, не хочу останавливаться. Спасибо тебе большое за интервью. Оно получилось и информативное, и эмоциональное. И сейчас самое время для каких-нибудь напутствий, приветов, пожеланий. Ну, ваша замечательная аудитория, как всегда, большой привет. Каждый раз передаю. Напутствие очень простое, просто следите за сферой, следите за анонсами. Сейчас будут потрясающие возможности, это я сейчас говорю специально и молодым, и всем тем замечательным талантам, которые у нас далеко, за Уралом и в дальних странах СНГ. Ребят, сейчас реальная ситуация меняется. Надо следить, надо действовать, все будет круто. Я вот вам всем искренне советую из этой сферы не уходить. Здесь можно многого сделать. А так, ну что, гейм-шоу, продолжаем работать, будем стараться прогрессировать, давать совершенно новый уровень, следите, все будет круто. И вам спасибо за интервью. Пока.